В Омской области растет число совместных казахстанско-российских предприятий. Сейчас их уже более 200. Предприниматели говорят, что отсутствие таможенных барьеров и создание Евразийского экономического союза позволяет им находить новые горизонты сотрудничества. Репортаж Нургуль Ахметовой. Бизнесмен из Казахстана Андрей Поляков уже второй год живет в Омске. Он продвигает продукцию Петропавловского трубного завода на российском рынке. План на ближайшее будущее открыть завод по изготовлению мелкой трубы. Повлияет Евразийский экономический союз, потому что дает нам дорогу для открытия завода. Основным внешнеэкономическим партнером Омской области является Казахстан. Товарооборот приграничных регионах в 2013 году достиг 405 миллионов долларов США. Развиваются не только торгово-экономические связи, но и более глубокие формы интеграции. Если где-то пару лет назад у нас количество совместных предприятий где-то вот зафиксировано было на уровне 150 компаний, то вот буквально последнюю статистику мы получили более 200 уже совместных предприятий в Омской области, совместных российско-казахстанских. Приграничные регионы Казахстана и Россия будто взаимно дополняют друг друга. И об этом свидетельствуют цифры. Во внешнеторговом обороте у Омской области с нашей страной 54% занимает экспорт и 45% импорт. То есть практически происходит обмен товарами. В Омской области почти нет месторождений щебня, зато им богат Северный Казахстан. Но есть одна проблема, которая мешает отечественным предпринимателям экспортировать стройматериал в нужных объемах, отсутствует железной дороги. 100-километровый участок между двумя приграничными селами разобрали по частям. Чиновники, сообща, взялись за решение этого вопроса. Омская и Северный Казахстанская области подписали меморандум о том, что они с двух сторон начнут реставрировать, восстанавливать эту железную дорогу силами предпринимателей. Это во многом бы облегчило бы, во-первых, не было бы так загруженной дороги, а потом реальные предприятия омские уже получали бы из Казахстана щебень. За долгие годы сотрудничества между приграничными регионами подписан ряд соглашений. Укрепляются связи в сфере энергетики, строительства, здравоохранения и образования. А после этнокультурного форума на побережье озера Имантау у россиян возрос интерес к казахстанскому туризму. На следующий год запланируем несколько инфо-туров у омских наших турфирм в Казахстан, потому что там есть такие места, что чтобы посмотреть ту уникальность, не надо ехать куда-то за тысячи километров. Поэтому Казахстан в плане этно-туризма тоже интересен. В Североказахстанской области сейчас готовятся к инвестиционному форуму. Его участниками станут и делегаты из России. Приграничные регионы планируют найти новые горизонты сотрудничества. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Омск, Россия.